Представители администрации горского поселения, несколько судебных приставов, налоговый инспектор и журналисты. Таков состав внушительной сводной группы, которая ранним утром отправилась в рейд по местам проживания наиболее злостных неплательщиков. Причем часто по внешнему виду домов не скажешь, что у их хозяев есть финансовые проблемы. Процедура стандартная. Владельцу или его представителю вручают уведомления о задолженности. На прием к службе судебных приставов, если она не явится в течение семи рабочих дней, ее имущество будет арестовано. Земля, соответствующий дом. Снижение налоговых поступлений в бюджет всерьез беспокоит местную власть. Год назад положение было намного легче. Население платило в срок. Сегодняшняя ситуация сложилась сразу по нескольким причинам. Одна из них – перенос срока платежей на декабрь. В это время люди думают о подарках и новогоднем столе, а не о налогах. Другая причина – снижение в судебном порядке кадастровой стоимости земли и объектов недвижимости. Иногда почти в сто раз. При этом часть элитных коттеджных поселков непонятным образом вообще вышла из-под налогообложения. В разы уменьшилась оплата налога за имущество. Был налог за жилые дома 200-300 тысяч, потому что у нас в основном дома большие построенные, благоустроенные. На данный момент этот дом – 2,5-3 тысячи рублей. В чем дело? Сейчас мы работаем, делаем анализ, почему это произошло, почему кадастровая стоимость, не инвентаризационная, а кадастровая, но налог уменьшился намного. К такой обстановке в горском поселении не привыкли. Собираемость налогов здесь годами превышала 100%. Во всех причинах резкого снижения налоговых поступлений еще предстоит разобраться. Пока же местная власть использует имеющиеся в ее распоряжении возможности, среди которых и активизация работы с неплательщиками. Печально, но в условиях неплатежей под угрозой оказывается реализация социальных проектов. Те объекты, которые были запланированы, мы уточнили бюджет из программы и, соответственно, из бюджета их сняли. Это реконструкция двух дворовых игровых площадок. Это в селе Лайково было запланировано и деревни Лызлова перенесли на этот год. И реконструкция 44-го дома муниципального у нас, мы там как бы запроектировали, мы тоже его из программы сняли. На строительство школы в Горках-Вторых, которая запланирована к строительству, было запланировано в бюджет направить 20 миллионов. Это мы тоже не сделали, тоже уточнили, потому что на наших социальных вопросах, на решении вопросов это очень как бы отразилось. На середину предновогоднего месяца собираемость земельного налога в Горках составила 64, а имущественного – 42%. Следующей контрольной точкой глава поселения Надежды Исайкина назвала 25 декабря. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова